В текущем году показатели в сфере сельского хозяйства вышли очень даже неплохие. Всего сельхозпродукции произведено сумму в 273 миллиарда тенге. Эти и другие цифры озвучил в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций заместитель Акима области Берик Нагмашев. Древняя Улетинская земля относится к регионам с хорошей плодородной почвой и неплохими погодными условиями. Все это вкупе сказывается на работе крестьян. К примеру, в текущем году объем продукции растеневодства составил 164 миллиарда тенге. В животноводстве – 106,8 миллиардов. Помимо зерновых колоссовых, на площади свыше 53 тысяч гектаров засеяно сафлора, сои, рапса. На последнюю, кстати, в регионе в последние годы обращают особое внимание. Объем сельскохозяйственного производства вырос на 103,4%. За планированными показателями справляемся. А что касается инвестиций, то в процессе реализации около 20 инвестпроектов. В течение 3-4 лет планируем довести их число до 40. Одна из проблем на сегодня – это драконовские цены на всё, в том числе и на продукты питания. И хотя власть уверяет, что держат цены в узде, реальность показывает, что цены ой как кусаются. Особенно стоимость мясных изделий бьет по карманам. На это чиновники говорят, что предпринимают все меры для стабилизации ситуации на продовольственном рынке. Стоимость мяса на сегодня в среднем около 1800 за килограмм. Но мы не сидим сложа руки и проводим ярмарки на систематической основе. Помимо этого, из стабилизационного фонда в рамках проекта «От поля до прилавка» отправляем продукцию на рынки. Это не говорит о том, что мы победили рыночные цены сейчас в период пандемии. Поэтому мы каждую неделю в четырёх местах проводим сельхоз-ярмарки. В перспективе, как отметил спикер, особый акцент будет сделан на производство товаров с брендом Шамбулской области, увеличение экспорта, отметил заместитель Акима области. Особенно это касается производства сахара, мёда, выращивания лука, развития рыбного хозяйства. Кулеш Мурзакова, Ганелем Жанов, 77 Ньюс.